всем доброго времени суток сегодня у нас очередной аппарат на обзоре саньем м9830 кей что хочу рассказать за этот аппарат взял я его давненько очень дешево порядка 10 долларов я за него заплатил ну продавец уже предупредил о том что отсутствуют переключать накладки на переключатели хрипят динамики нету антенны не работает лпм внешнее состояние на 3 не работает радио но все-таки я его взял и я впоследствии назвал этот магнитофон магнитофон выходного дня почему выходного дня а потому что я его всегда делал садился тогда когда мне было делать нечего совершенно причем и вот и сидел в нем ковырялся паял что-то настраивал что-то делал но честно говоря немножко с ним устал не так даже устал появились другие проекты и он сейчас я хочу быстренько сделать на него обзор выглядит он очень стильно очень интересно мне очень нравится такой вообще формат магнитол ну естественно огоньки огоньки куда ж без них ну пожалуй начнем передняя часть все очень просто табло индикатор светодиод точнее батарея и работа розетки fm стерео сейчас чуть попозже буду показывать как работает радио в фильме он принимает стерео индикатор бегающие наши значит раз два три 4 4 под диапазона радио fm у него от 88 до 108 и спереди что у нас наушники тонкомпенсатор баланс громкость переключатель моностерео переключатель fm am и также под диапазоны на для радио протяжка довольно таки простая ничего здесь нет запись воспроизведение перемотки стоп пауза откидывается кассета как-то вот так вот механически странновато я смотрел там разбирал дальше покажу вроде там какие-то есть крепежи может быть стоял микролифт когда-то но врать не буду настройка волн сбоку магнитолы одна большая крутилка это основной основные каналы он ловит и маленькая это для эмо для точной подстроечки обратная сторона магнитолы значит что у нас здесь батарейный отсек на 6 батареек шнур питания интересно он сразу же туда впаян вовнутрь собирается туда вот в этот отсек крышки батарейного отсека к сожалению у меня нету два разъема под микрофон и стерео можно подключать внешние колонки переключение с AC на DC то есть постоянного на переменное напряжение вот здесь вот ну и выбор напряжения 120 210 и 240 вольт антенна тоже не родная вот так когда я убрал радио в принципе не работало но она там что-то где-то как что-то ловила даже я подключил антенну но все равно это было не то за стерео я вообще не говорю а принимал где-то там две или три может быть программы ну полез потом в нашел причину покажу ее в чем была причина и принципе начал нормально воспринимать сейчас покажу как он принимает единственное что я живу в панельном доме и со стерео сигналом у нас не сильно хорошо но сейчас я вытащу антенну и давайте посмотрим ну вот и сглазил вообще нигде не хочет сейчас стерео принимать сейчас я его чуть-чуть поближе поставлю от стены чуть уберу и покажу ну вот я нашел какую-то станцию в принципе ну у меня и так плохо принимает радио тут еще в стерео ну и плюс еще и ранты на антенна не родная а а а а а а а а а кассетная часть не судите строго я ее так ремонтировал постольку поскольку когда хотел ну она ну не доделана принципе перемотки все работают обе стороны а с воспроизведением ну такое скорее всего запиленная уже головка все-таки столько лет но поет поет и в принципе слава богу разбирается пара довольно таки легко всего 4 болта на внешней панели раз два три 4 4 болта откручиваем и панелька на себя уходит болты открутили теперь вот так вот на себя только не забываем снять накладочки а то сейчас бы я вместе с ними и вот так вот аккуратненько лицевая панелька и отошла в мир иной внутренняя часть магнитолы значит что мы видим два динамика две керамические пищалочки вот они два микрофон чикам чтобы себя любимого в стерео записывать накладочки снять ну и лпм к лпм своя сейчас покажу ее поближе стирающая головка здесь электрическая стоит режимной ролик большой честно говоря первый раз мне такой попадается от большого диаметра вот и вот здесь вот вот здесь вот здесь вот стоит идлер один кто будет ремонтировать лпм не забываем за него честно говоря но здесь он довольно таки плохом состоянии пленку chrome он не воспринимает то есть никаких переключателей не на самой магнитоле не на лентопротяжки нету сам лентопротяжный механизм крепится на четыре болта раз два три четыре я их уже выкрутил и два шлейфа внизу сейчас покажу как они отсоединяются значит сами динамики ни на чем не закреплены они просто так вот свободно сюда выходят давайте мы его будем разбирать потихонечку прямом эфире извините за руки один динамик вот он второй динамик здесь стоят демпфирующие подушки резиновые на и второе это у нас скоба которая держит провод да кстати аккуратно да потому что не так он под напряжением вид на магнитолу сверху вот они два шлейфа от лпм от 1 и вот она там внизу внизу сейчас его покажу так чтобы пальцем чтобы было видно и вот он второй отсоединяем и вытаскиваем на себя лпм так вот без всяких вопросов мы сняли лпм давайте сейчас посмотрим лпм и потом дальше продолжим тут все довольно просто если как божий день мотор тонвал один и всего-навсего один пасек чтобы заменить пасек тут нужно открутить сейчас покажу вот значит мы откручиваем раз шурупчик вот этот вот и два и вот эта вот планка вот это вот планочка она выезжает на себя в эту сторону и после этого у нас доступ пасеку пасек один как я уже говорил потому что здесь у нас есть идлер стоит один концевичок очень простая простой лпм ухты извините ничего в нем такого сложного нет основная плата у нас тут смонтирована как я говорю на одном шасси вот она все вместе снимается еще проще раз два три шурупа и все тут два я открутил сейчас еще один откручу и это плата на себя она выходит аккуратненько а до забыл же надо снять накладки радио что я вечно за эти накладки забываю память моя девичья и наша плата осталась у нас в руках сейчас подсоединяем парва дочки когда аппарат приобретался была проблема не было правого канала сидел я долгими вечерами его искал ну как обычно начинал же с конденсаторов ну начал с радио сначала нашел одну емкость поменял канал так и не появился но потом естественно возле это схемы усилителя тут их вот четыре штуки конденсаторов тоже поменял не не помогло дальше начал прозванивать вроде как конденсаторы работают ну как я уже говорил магнитофон выходного дня я просто садился когда мне было делать нечего смотрел какие у меня конденсаторы есть и выпаивал и менял и по итогу я их поменял раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 11 штук 11 штук поменял все но канал так и не появился потом уже на фейсбуке люди добрые подсказали посмотри регуляторы громкости и баланс регулятора громкости все нормально а баланс я начал крутить крутить его вертеть начал его промазывать прочищать и пропал еще и левый канал но тут все стало ясно я взял принципе его закоротил так что сейчас магнитоле просто баланс не работает провода к динамикам подсоединяются у нас вот здесь вот и само что интересно они подсоединяются механически то есть они не припаяны забыл сказать когда искал канал вот здесь вот вот они два разъем чека на внешние динамики так вот когда я их почистил точнее левый почистим и правый естественно когда искал звук стал гораздо лучше то есть ребят кто будет тоже искать канал и смотрите чистите потому что здесь механическое соединение и она может окисляться ну и в завершении этого видео краткое резюме по аппарату аппарат типа ну я их называю балалайка в принципе он большой он массивный но при этом он ничего не весит посредственно поет посредственно плата то есть такой среднячок 80-х годов зато хочу что на что обратить внимание до какой степени его легко ремонтировать то есть вот эту плату когда мы вытащили и паять удобно и смотреть удобно и замерять удобно удобно все то есть с точки зрения ремонта аппарат просто шикарнейший вот жалко мне будет с ним расставаться в принципе но есть новый проект новый владелец я думаю продолжит конструирование всем спасибо до свидания задавайте вопросы всегда буду рад на них ответить пока пока